Всем привет, с вами Ванок, и сегодня я бы хотел рассказать вам про игру под названием Total War Saga 3. Данная игра уже получила освещение на моем канале в виде стрима, но я решил, что было бы неплохо выложить выжимку своего мнения, где я бы рассказал касательно данной игры в целом и дал бы ей какую-нибудь оценку. И так как касательно данной игры сложилось довольно неоднозначное мнение в сообществе, и некоторые ее откровенно ругают, другим в принципе зашла, я думаю, что данное видео будет вполне себе актуально. Но прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим на сеттинг данной игры, который интересен сам по себе. Троинская война вообще это эпос, то есть это не исторические какие-то записи, а некий набор мифов, некий набор событий, в достоверности которых мы можем сомневаться, но при этом при всем она является собой очень серьезный пласт греческой культуры, я бы даже сказал древней греческой культуры. И многие люди знакомы с этой войной довольно поверхностно, то есть либо имеют самые-самые поверхностные познания, либо смотрели фильм с Брэдом Питтом в главных ролях, и поэтому, собственно, в детали никто особенно не углубляется. Между тем, там куча всяких событий, которые переплетаются очень причудливым образом и создают очень интересную платформу в принципе для создания производных проектов. Давайте вкратце прибежимся по предыстории. Как-то давным-давно на свадьбу Пилея и Фетиды позвали всех богов, кроме одного богини Раздора Ирида. Та обиделась и подкинула на свадьбу яблоко Раздора, которое в итоге вызвало спор сразу нескольких богиней за право считаться самой красивой. Решить данный вопрос должен был Зевс, но он вообще был влюблен в свою тетю. И не удивляйтесь, в древнегреческих мифах вот таких вот странных моментов было масса, потому что вообще он был женат на своей сестре, и в древнегреческие такие моменты совершенно зазорными не считали. Вот так вот, Зевс должен был решить вопрос, но он не захотел, и отдал этот вопрос Парису, считавшемуся самому красивому мужчине. Парис отдал свое предпочтение Афродите, богине любви, и та в награду за это влюбила в него Елену. А Елена на секундочку являлась супругой спартанского царя Менелая. Его, значит, приплывает Парис Спарту с миссией доброй воли, там в него влюбляется Елена, он влюбляется в нее, ее похищает и уплывает вместе с ней. Менелая, понятное дело, это не очень понравилось. Он позвал своего брата Агаменона, который на секундочку удивлялся царем Микен, и они еще набрали кучу других людей, то есть тоже всяких там царей, героев, то есть это были Одиссей, всякие там Аяксы, Ахиллы, ну, в общем, кучу народу, которые в итоге отправились в путешествие с войной на Трою. Там тоже их ждали всякие путешествия, приключения, и в итоге, в принципе, на самом деле, этот самый эпос превращается в набор событий, то есть кто кого убил, кто с кем воевал, кто куда приплыл, что там происходило, всякие там гиполактические нюансы, амазонки приплывали еще и третьи, десятые, ну, в общем, там очень много событий, и тут-то как раз уже, наверное, вдаваться в подробности не стоит, потому что очень запутанная становится ситуация, но в целом мы должны понимать, что Троянская война, это было что-то такое очень мифическое, потому что реальных подтверждений ей мы не увидели, здесь очень большое, на самом деле, проникновение в этот самый эпос древнегреческой веры, здесь очень большой элемент событий, которые не совсем реалистичны, но в целом это довольно стройное произведение, которое имеет под собой определенные корни, то есть потому что у нас были, по сути, ахейцы, это один из народов греков, живших именно в Греции, а также троянцы, это, по сути, те же греки, но они уже поселились в Малой Азии, на территории современной Турции, и там у них тоже были свои дела, свои союзники, свои противники. И вот именно на такой базе и строится Total War Saga Troy. И первое, что вы должны узнать о данной стратегии, так это то, что она является в боквиллом основной стратегической серии Total War. То есть у нас есть исторические части, которые повествуют о различных срезах истории человечества, а есть вот эта самая Saga. Первую часть линейки Saga мы получили в виде Thrones of Britain, и скажу вам честно, это была одна из самых-самых слабых вообще частей серии Total War. То есть настолько она оказалась беспомощной, настолько она оказалась неинтересной и плохо проработанной, что лично я вообще записал эту самую линейку Saga в такой дичайший трэш, который, наверное, вообще не достоин гордого звания Total War. Да, в линейке Total War были и другие не очень сильные серии, например, мне лично не очень понравились Empire и Napoleon, но в данном случае это было реально фейл. А если прибавить сюда еще и не очень зашедшее, опять же, мне Троецарствие, которое оказалось, ну, вроде как проработкой, доработкой и улучшением, но при этом при всем довольно скучной и какой-то серенькой игрой, хотя, опять же, там были интересные решения, то вы понимаете, что от Троя я уж тем более ничего особенного не ждал. Но, тем не менее, неожиданно Трое оказалось очень интересной игрой и игрой, которая, в принципе, продвинула эту серию вперед. Да, недостаточно, да, есть здесь огрехи, есть недостатки у этого проекта, но, тем не менее, на мой взгляд, Трое – это то, чем, в принципе, на самом деле должно было быть примерно то же Троецарствие, то есть тот же объем решений должен был быть уже давно. Но вернемся к Трое. Я думаю, что многие уже в курсе, что эта игра распространялась бесплатно целый один день, что являлась аттракционом невиданной щедрости от Epic Games Store, собрала, опять же, в очередной раз кучу халявщиков этой раздачи, и, в принципе, на самом деле, наверное, и я приобщился к этой Трое только потому, что она раздавалась бесплатно. Стоила бы она полный ценник, а, напомню вам, игрушка после этой бесплатной раздачи уже продается за 2000 целых, а это довольно большая сумма. Так вот, стоила бы она 2000, и вряд ли бы я к ней стал присматриваться, ну, по крайней мере, сразу. А тут бесплатно, ну, грех не воспользоваться, собственно, моментом. И благодаря только этому я в Трое и поиграл. И, в принципе, я доволен, потому что, на самом деле, повторюсь, игрушка меня зацепила, игрушка мне понравилась. Не знаю, как будет в долгосрочной перспективе, но пока что я играю в нее с удовольствием. Но что же именно у нас имеет место с точки зрения игрового процесса? Как я уже сказал, в плане самой Троянской войны у нас имеется противостояние ахейцев с материковой Грецией, а также противостояние троянцев с Малой Азией. В итоге у нас есть два таких условных берега, с одной стороны и с другой, где присутствуют основные фракции, то есть те же ахейцы и троянцы, а также различные нейтралы, различные, можно сказать, мясные фракции, с которыми вам предстоит воевать как здесь, так и там, с которыми вам предстоит дружить. Ну, в общем, тут куча всяких различных государств. Есть здесь и основные лица, то есть которые являлись именно непосредственными участниками Троянской войны в лице все той же Спарты, в лице Микен, в лице, понятное дело, Трое и так далее. Но нужно сразу отметить некоторые нюансы. Во-первых, здесь у нас есть некие такие скриптовые дипломатические моменты. И это очень важный момент, потому что, в принципе, это относит нас именно к серии саги, потому что сага, она является не просто песочницей, а песочницей именно с повествованием. То есть то, что мы, в принципе, уже успели увидеть в Трицарстве в полной такой мере, в полном размере, и то, что, наверное, должны были бы увидеть в Тронс оф Британия. Но в итоге получили это только в Трицарстве, и, в принципе, Троя является наследником романтического режима Трицарства, и к этому надо быть готовым. Многие события здесь заранее заскриптованы, и в определенный момент вас в любом случае столкнут лбами со своими вот этими противниками. То есть играете за Трой, вас столкнут с Ахейцами, играете за Ахейцев с Троянцами. Причем для вас выберут специально примерно равного по силе вам оппонента и скажут, вот, с ним ты должен воевать, с ним ты должен конкурировать, у тебя есть определенные сравнения в разных направлениях, и чем круче ты в этих направлениях, тем, соответственно, тебе дается больше условных очков. Ну, соответственно, ты, получается, над ним выигрываешь, доминируешь. У каждого государства будет свой противник, это как-то пытается игрой балансироваться, и в итоге получается, ну, в целом, довольно неплохо, и, по крайней мере, в определенный момент это оживляет игрой процесс. Потому что изначально ты играешь вроде как в таком вот фриплей, в песочнице типичный для Total War, а потом игрушка начинает тебя потихонечку подталкивать в виде специальных сюжетных заданий, в виде определенных событий, и в итоге все равно начинается тот самый Троянская война. В гораздо более расширенном формате, чем мы представляем, и это уже само по себе говорит о том, что, наверное, все-таки это не совсем Троянская война, а скорее ее такое-то немножечко переформулированное представление, ну, на манеру, допустим, все той же Троем с Брэдом Питтом. При этом, при всем, разработчики доработали дипломатию, и, несмотря на наличие определенных скриптов, она смотрится очень даже реалистично. То есть фракции, с которыми вы по-настоящему дружите, вы реально можете на них положиться, что они вас не придадут в ненужный момент, что они будут с вами до конца. Фракции, которые вами недовольны, вы можете быть, опять же, уверены, что если это недовольство будет развиваться, то они станут вашими злейшими врагами и так далее. Ну и плюс, в принципе, адекватность поведения определенных фракций в плане объявления войны, в плане вообще необходимости с вами дружить, заключать договоры о ненападении и прочее, они немножко стали более значимыми. Дипломатия, наконец-то, стала нужной в этой игре. Несмотря на то, что, опять же, повторюсь, эта игра как раз в максимальной степени отходит от фриплейности именно в плане хода действия кампании. И, в принципе, это уже само по себе довольно интересный момент. Но это далеко не все, что разработчики сделали в игре. Они, наконец-то, решились вести полоценно разделение ресурсов. То есть раньше у нас как бы у нас был просто ресурс золота, и в некоторых играх у нас также еще был провиант, который являлся полуресурсом. То есть в итоге у нас все равно все упиралось в монетки. За них мы строили здания, покупали войска, делали прочие вещи. Теперь же у нас есть едам, дерево, камень, бронза и золото. Каждый из этих ресурсов используется для своих задач, и они зачастую пересекаются. Например, строительство зданий зачастую производится из дерева и камня. Наим ресурсов из бронзы, дерева и провианта. Причем провиант играет доминирующую роль, и он является основной для содержания именно войск. Плюс надо совершать различные действия, которые тоже строят ресурсов. Некоторые открытия в рамках технологической цепочки тоже требуют именно ресурсов. Ну, в общем, вы понимаете, что ресурсы нужны все. Их нужно сбалансированно добывать. Нужно, конечно же, в первую очередь обращать внимание на эту самую пшеницу, точнее на еду. Она самая-самая важная, но и другие ресурсы вам тоже нужны. И без них полноценно развиваться у вас не получится. Также в игру вплетен пантеон древнегреческих богов, которые играли довольно большую роль в эпосе. Здесь же они в итоге сведены к таким несколько условным сущностям, которые вроде как и существуют, вроде как и не существуют. Непонятно. То есть здесь у нас нету такого совсем-совсем фэнтезийности. Здесь у нас все больше приближено к реалистичности, к историчности, к условной историчности, само собой. И поэтому боги вроде как оказывают влияние, дают тебе бонусы, но непонятно. Это просто сами твои люди воодушевляются, или же реально боги помогают. Но так или иначе, здесь у нас отдельный функционал взаимоотношений с оплёнными богами и плюшек, которых ты от них получаешь. Мы можем строить храмы, мы можем совершать различные действия. В итоге у нас повышается влияние на оплённого бога, мы получаем пассивные бонусы от него, а также можем совершать всякие там гитокомбы, которые, опять же, нам дают оплённые последствия. От привлённых их, то есть повышается отношение, это даётся оплённые, опять же, плюшки. Ну, в общем, там можно тоже посидеть, позаморачиваться. Но прям такого совсем кардинального влияния на игровой процесс это всё не влияет. Это скорее такая вторичная система, которая тебе позволяет немножечко улучшить свою позицию, но чего-то там совсем такого кардинального, в виде каких-то там суперспособностей, там супергероев, которые тебя просто начинают всех противников разносить, такого здесь нет. Присутствует здесь и сильно урезанный в виде цепочка распределения должностей. Ну, здесь нет древа семьи, здесь, в принципе, насколько я понял, нет такого понятия, как семья, потому что у нас есть оплённые герои, которые должны, по идее, жить вообще до конца всей компании. И поэтому кого-то там распределять, здесь смысла нет. Здесь есть только вот чисто оплённые должности, дающие, опять же, бонусы, и на эти должности вы можете поставить героев определённого уровня. Зато разработчики не поленились продумать систему вассалов. И это вообще, на самом деле, очень правильное решение, потому что особенно в эту самую эпоху была куча всяких сатрапов, была куча подчинённых государств, которые зависели от более вышестоящего, и вышестоящие, само собой, да, или нижестоящие, и в итоге это всё в игре выражено в виде бонусов, которые вы получаете от своих вассалов. Вы получаете возможность поражать специальную кнопочку, чтобы запросить у них конкретные ресурсы. Вы можете, понятное дело, им какие-то требования выдвигать, но совсем детального контроля всё равно в игре не появилось. Ну и с другой стороны, наверное, это и правильно, потому что у нас всё-таки Total War, а не какая-то линейка от парадоксов, где это было бы, наверное, оправдано. Но здесь, в любом случае, функционал имеется, и это уже приятно, это тоже, опять же, немножечко так расширяет игровой процесс. Ну а теперь давайте посмотрим уже на тактическую часть, то есть на сражение. И здесь игроков ждёт самое главное, самое первое разочарование. Это то, что в игре так и не появились морские сражения. Если в какой-то там Тридцарстве они и не нужны были, потому что здесь, в принципе, не было каких-то морских просторов, то здесь вот с такой вот картой и с таким влиянием флота на вообще сам Эпос было бы вполне логично ввести кораблики. Но их не вели даже в Архаммере, где на самом деле флот в плане самого сеттинга играл настолько огромную роль, настолько важную, настолько там были вообще все корабли проработаны, внимание уделено именно морской части, и даже там разработчики не стали делать корабли, а в итоге всё просто очень хитрым решением перенесли в рамках морских сражений на сухопутные битвы, то в принципе не стоило ожидать этого и втрое. Ну и в итоге, собственно, мы такое вот решение и получили. То есть если у нас два флота встречаются где-то на морской глади, то они дальше начинают сажаться в обычной сухопутной битве. То есть, грубо говоря, можете представить себе, что два капитана начинают договариваться, потом встроенным путём отправляются на какой-то там островочек, где высаживаются, и начинают там виситься друг с другом. Потом побившая сторона опять грузится на корабли и назад возвращается на то же место. Вот примерно так это довольно немножко странновато звучит, но по сути получается примерно такая ситуация в игре. Зато игра сохранила уже заданную в Вархаммер, продолженную в Трицарстве систему особенных героев. То есть у нас теперь герои не какие-то там просто вы начальники со свитой, как было это раньше в исторических сериях, а полноценные юниты, которые гуляют сами по себе и которые имеют топлённые суперспособности. Опять же, без перегибов, это не терминаторы, которые могут раскидывать всех и вся. Они, да, сильнее обычных юнитов, они в принципе неплохо так убивают отрядов в бою, особенно в автобою. Но в любом случае это вроде как обычные люди, которых в рамках этого сражения можно убить. Да, не все персонажи смертны, и персонажей, которые играют важную роль в самом сюжете, в самом повествовании, их убить в принципе невозможно. Они потом просто возрождаются после ранения, как это было опять же в Вархаммере с ключевым персонажем, как это было в Троецарстве. У персонажа, понятное дело, есть древо прокачки, причём оно идёт в такой вот линейной цепочке, не как в Троецарстве было там набор каких-то непонятных разветвлений, а просто подряд. Открываете одно, идёте дальше, набираете уровень, следующее открываете и так далее. Причём, если в Троецарстве была возможность включить реалистичный режим, где были бы именно исторические персонажи, которые просто люди, и без всяких там способностей, без всяких там спецударов, то в Трое остались только вот такие вот герои эпоса, что на самом деле, в принципе, в рамках именно Троецарской войны вполне себе оправдано. Но с другой стороны, разработчики почему-то не стали делать режим дуэлей. Ну, по крайней мере, более-менее нормальное сражение героев именно друг с другом. В итоге они, да, могут друг с другом сражаться, в итоге всё равно какой-то образуется вокруг них такая вот зона отчуждения, чтобы два героя именно друг друга дубасили. Но в итоге именно вот это пресловутого элемента типа вот Ахиллес вызывает на бой Гектора и они именно друг с другом сражаются, а остальные войска смотрят, такого разработчики реализовывать не стали. Ну, а в целом, сражения в рамках Total War Saga Трое, они вполне себе стандартные. Да, здесь немножечко повышена степень влияния морали и войска теперь довольно быстро бегут. Если ты их толкнёшь или, например, твои могут быстро побежать, если их там сильно запрессуют, здесь надо это учитывать. Здесь есть оплённые нюансы, связанные с ограниченностью типов войск, то есть здесь, по сути, у всех фракций примерно одинаковый ростер, хотя есть некоторые отличия, и да, здесь присутствуют специальные, уникальные войска, которые являют собой некое такое переосмысление всяких там чудовищ, которые в итоге в этой игре представлены как обычные люди, наряженные в шкуры животных, которые типа косплеят минотавров и тому подобных. Что на самом деле, опять же, нас отводит к мысли, что, дескать, историческая часть это одно, а эпос это другое, и типа здесь есть именно смесь этой самой исторической части эпоса в разных пропорциях. В итоге я могу сказать, что битва в принципе это не самая интересная часть игры, и наверное здесь не самая сильная битва, которую в принципе можно было бы увидеть в линейке Total War. Но с другой стороны в принципе они свою задачу выполняют, сражаться здесь интересно, здесь интересно штурмовать всякие города, и здесь разработчики постарались сделать полноценные сцены, включая уникальный внешний вид особенно важных городов, типа все тех же Микен и Троя, и штурма здесь ну наверное будет поинтереснее, хотя здесь нет каких-то там пушек, нету сильно крутых катапольт баллист, которые мы привыкли видеть в других исторических частях, но наверное и того, что есть в принципе хватает. Ну а в целом это все та же Total War, и в принципе если вы играли в эту серию игр, неоднократно играли, то наверное эту игру вы узнаете сразу, вы поймете что к чему, что как делать, сразу побежите смотреть на технологии, сразу побежите смотреть на ростер юнитов, на героев, которые вам доступны, на их типы, ну в общем здесь наверное ничего особенного необычного не будет, но в целом повторюсь, вот эта вся игра, особенно часть стратегическая, то есть глобальная карта, воспринимается более-менее свежо, и здесь видно, что разработчики попытались хоть немножечко продвинуть серию вперед, не топтаться на месте, сделать хоть что-то новое, необычное, и в целом скажу вам, им это удалось, ну а в плане сражений, ну примерно все тоже осталось, здесь наверное вам откровений не будут каких-то представляться, ну и немножечко про графику и техническую часть, сначала я честно говоря подумал, что эта игра будет основана как и Тронсов Британия на Атиле Тоталвар, но оказалось, что эта игра строится на движке Вархаммер 2, что уже наверное немножко посерьезней будет, и это в свою очередь влечет и более возвышенные технические требования, а также более красочную графику, ну насчет графики я честно говоря затрудняюсь сказать, хорошая она или плохая, видна работа на детализированность, видна работа на проработке отдельных элементов, вроде сцен, все тех же штурмов или каких-либо там персонажей, ну с другой стороны, допустим, растительность здесь довольно плохенькая, и многие элементы заставляют задуматься, все-таки это хорошая графика или не очень, и я думаю, что здесь уже каждый сам решает, тем более, что скриншоты как раз в полной мере отображают графику, особенно скриншоты от игроков, и здесь как раз вы уже можете сделать свое собственное мнение. Что касается технической части, то тут есть некоторые нюансы, игрушка сразу после выхода у многих лагала и глючила, а даже у меня на самом деле на стриме вы могли видеть, я жаловался на какие-то там непонятные подлагивания, которые имели место, но в итоге у меня все стабилизировалось, вот эти самые подлагивания прошли, возможно это все-таки был какой-то нюанс связанный именно со стримом, в итоге я, да, играю немножечко с дольше загрузкой, чем хотелось бы, потому что игрушка у меня стоит не на SSD, и Total War уже давно стала довольно сильно SSD-зависимой игрой, именно в части загрузки сражений, загрузки глобальной карты, если вы хотите комфортную игру, ставьте ее на SSD, но в целом я играю на высоких настройках, даже по-моему почти максимальных, у меня нет сильных просадок FPS, у меня игрушка себя вполне нормально чувствует, что в принципе на самом деле и должно быть, потому что у меня та же Ваха 2 тоже себя вполне себе нормально чувствовала. Каких-то критических багов я не нашел, игрушка у меня ни разу не вылетала, работает вполне себе стабильно, поэтому, ну, здесь, возможно, мне просто повезло, потому что раз на раз не приходится, у кого-то работает, у кого-то нет, вот у меня работает, поэтому мне и этого хватает. Ну и понятное дело, что ожидать какого-то размаха, дальнейшего улучшения данной игры не приходится, мы уже все привыкли к этой системе DLC, которая лично мне не очень нравится, но, тем не менее, приходится с ней мириться, и, в принципе, в Warhammer 2 тот же сам по себе был довольно неплохо доработан различными выходящими дополнениями, продлил интерес к этой игре, выходили интересные фракции, чего вряд ли стоит ожидать от троя. Да, ожидается выход, опять же, бесплатного, если вы успели связать свой аккаунт Total War и аккаунт Epic Games Store, то вы получите бесплатное дополнение Амазонки, но оно само по себе, ну, вряд ли, серьезно как-то разобрать этот игровый процесс. И, в принципе, каких-то уникальных фракций, которые бы могли тебе давать уникальный игропроцесс, уникальный ростер, здесь, наверное, не предвидится. То есть, это будет вся та же война с чисто косметическими изменениями. Поэтому трою надо оценивать здесь и сейчас, какая она сейчас есть, такой вы получите и через год, и через два, если вообще захотите через два года в нее играть. Ну, а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи!